всем привет друзья сегодня у нас фирс ответами на вопросы свои вопросы можно было задать в анкетке которые выкладывали сегодня в telegram канале поэтому подписывайтесь на телеграм-канал на youtube навыка видео группу в общем везде где меня смотрите пожалуйста поддержите подпиской так и давайте мы с вами начнем вопросов сегодня 22 штучки по моему так ну давайте начнем самым интересного конечно же это обновить и пожалуйста свой взгляд на индекс мосбиржи индекс мосбиржи у нас сегодня напоминать нет это видео выходит в пятницу значит вчера индекс мосбиржи укатали все таки на нашу старшую цель до помните который много раз говорил это 2 722 то есть ровненько мы не пришли причем на вечерке еще попытались даже вниз на фьючерсы продавить немножко вот то есть никакого отскока даже нему что дальше то есть так мы пришли на такой достаточно сильный уровень достаточно сильный такой уровень значимый я предполагаю что от него будет отскок то есть по вот этому сценарию от него будет отскок примерно на 2 900 а дальше посмотрим то есть дальше если у нас негативный сценарий продолжает развиваться то мы еще раз обновим минимумы на 2 400 если у нас все-таки позитивный сценарий будет развиваться то мы тогда пойдем в пятую волну опять же будущее я не знаю никто не знает что будет только мы рассматриваем варианты развития событий и самые актуальные самые такие наиболее вероятные мы берем работу то есть план вот такой отскок с текущих примерно на 2 900 а дальше будет видно дальше либо вниз либо по старшему тренда в пятую волну так дальше следующий вопрос здравствуй хоть здравствуйте я хотел бы научиться вашему мастерству в одном из недавних эфиров вы предлагали предварительно записаться вашу группу был такое написать личку не могу смотрю на ю тубе читаю ваш блог в основном к телеграм канале вы можете открыть меню канала и там будет будут все мои контакт также можете в шапку канал зайти там тоже есть все мои личный контакт я никому никогда первые не пишу не предлагаю некие продукты не обучение не закрытые каналы уж тем более не арбитраж и не криптовалюту то есть я никогда 1 не пишу у меня один-единственный контакт то есть больше ничего лица информацию я не транслирую так дальше здравствуйте хочется узнать ваше мнение по способу удвоения капитализации фондового рынка предложенным инфин вкратце хотят чтобы считалось не только капитализация свободных в обращении бумаг на бирже а общая капитализация компании но представьте если у нас free float то есть бумаги которые общают обращаются на бирже зачастую составляет там 5 10 15 процентов от всех общих бумаг компании то есть тогда если такой сценарий рассматривать что общая капитализация будет считаться тогда у нас будет капитализация фондового рынка не в два раза больше наверное в 10 раз я вообще скептически к этому ношусь то есть рост всегда в любом случае рост будет и по умолчанию у нас всегда идет рост цен то есть если вы посмотрите на любой фондовый рынок но любые цены на любые товары то есть они исторически всегда растут то есть эта инфляция это двигатель экономики потому что если бы не было в инфляции то есть экономика не росла бы не развивалась вот то есть без этого никак то есть капитализация вырастет просто вопрос какому году и на какие значения и за счет чего то есть как бы может капитализации вырасти на одном уголе может там на 15 бумагах третьего эшелона то есть как бы пути есть разные для этого может быть есть какие-то еще способы там в том числе из-за девальвации рубля может то есть уйдет рубль там на 100 плюс и на этом принципе может опять у нас вырасти опять же та же самая капитализация фондового рынка то есть вместе с рублем у нас продолжит расти и фондовый рынок так дальше подскажите как правильно применять сетку фибоначчи основанную на тренде если возможно на графике аптеки давайте посмотрим то график аптеки давайте какой-нибудь старший план откроем недельный допустим расширение фибоначчи это вот это что расширение фибоначчи основана на тренде да вот она значит как она работает простой фибоначчи как работает давайте объясню вы просто натягиваете сетку до снизу вверх у вас нулевое значение получается наверху и единичка получается внизу то есть вот этот весь размер волны от нуля до единицы если в эту сетку перевернете то у вас от зеркалится значение 0 78 станет то есть 078 это 032 038 то есть то есть у вас от зеркалится значение и то есть нет стойте 0 618 0382 0786 0214 получается да то есть это вот зеркальное значение плюс у вас появляется сверху увеличенные значение то есть если вот это вот один все то есть вся разме есть размер размер волны то вот это будет 16 размера волны вот они значения 16 вот 2 и 6 то есть также вот это расстояние умножаем на 2 и 6 получаем вот этот раз как пользоваться сеткой основанной на тренде я ее использую для вместо того чтобы классический как делать размечать допустим размер третьей волны то есть вы отмечаете ширину высоту первой волны и переносите нулевую точку на начало третьего и получаете свой прогноз на третью волну 1618 вместо вот такой манипуляции можно делать как можно делать вот эту сетку нулевая точка в начале движения потом первая точка на конце первой волны вторая точка на начале третьего и по сути дела вот эта сетка это тоже самое что и вот это это тоже самое абсолютно только только быстрее вот они все те же самые значения 1626 36 то есть просто она вам немножечко ускорение дает до в этих разметках и больше принципе ничего я в таком ключе пользуюсь больше никакой не пользуюсь то есть для прогноза движения цены по величине то есть допустим если у вас какой-то зигзаг а потом коррекция б и вам нужно узнать где закончится c вы берете это расширение первая точка 2 3 вот вас цели волны c 1 или 16 вот здесь можно вот так пользоваться так дальше хочется услышать ваше мнение про акции транс нефть транс нефть в долгосрок интересно цели там достаточно высокий спекулятивно нам не очень интересно сейчас сейчас вообще очень много чего не интересно спекулятивно и везде что-то хотят нас уже я бы так сказал на шарты свозить дамы стопы на наши интересно в каком плане если глобально посмотреть да то в целом то мы наверное в третьей волне это 12 и сейчас движемся в третьей волне и цели примерно первая цель 3000 вторая цель 4400 здесь вот таким образом 12345 ну где-то в районе до 4000 примерно цели долгосрочная интересная история плюс неплохие дивиденды платит который не особо зависит от не особо зависит от курса рубля до как например в сургут нефтегазе вот в целом мое мнение что долгосрок компании интересно дальше добрый день как вариант диверсификации тот целиком ростелеком мтс к чему присмотреться если вы хотите получить дивиденды получать дивиденды то это все-таки наверное мтс потому что мтс платит всегда платить стабильно и примерно одинаковые дивиденды всегда там сейчас див доходность наверное порядка там 15-16 процентов к текущим ценам из не больше рост телеком тоже интересно но по моему мнению там заканчивается уже рост то есть там в последних фазах то есть какого-то прям сильного роста наверно ждать не стоит да то есть ну куда-то там мы сходим наверно на 110 на 120 то есть если рынок пойдет в пятую волну то есть мы сходим куда-то к этим значением но что-то больше я пока там не жду потому что как бы весь сектор да вот этот посмотреть если он в таком не особо хорошем положении находится то есть если вообще я ростелеком весь посмотреть то есть график график немножечко такой грустноватый до максимально куда мы можем прийти вообще сам максимум не считаю который это 38 вот все пока дальше я перспектив пока не вижу тот телеком тателеком тателеком выглядит наверное из всех них да поинтересней но тут больше скорее всего из-за то есть этот рост был не по каким-то факторам да не каким-то событиям новостям и скорее всего весь этот рост был прошлого года за компанию да вместе со вторым третьим эшелоном вот но в принципе это выглядит неплохо да то есть это возможно было как то вот так вот и сейчас пошла вторая волна все на как бы уже скорее всего выполнил там 06 до что вполне достаточно для коррекции вышел зигзаг ну есть вероятность да что мы вот так вот сделаем там на 2 и 4 2 и 6 в сторону 3 будем двигаться да вот в принципе ну меня немножко этот продаж смущает да по самому верху без возобновления потом поэтому здесь возможны варианты до что волна 2 продолжится вообще я бы сектор этот не брал да в целом для диверсификации хоть какому-то другому все-таки присмотрелся бы мне вообще сектор вот это телекоммуникация абсолютно не интересен то есть возможно такой сценарий а возможно у нас еще здесь вот так вот и будет тэн-дэн-дэн потом манипуляция вниз а только вот так то здесь пока пока вот бумага не в тренде да пока у не тренд нисходящий но не надо сюда лезть зачем вам это слуш покупать у нас все-таки мтс да у него есть долги но не помню сюда и были да более чем интересно там до в мтс сколько они дивиденды платили сейчас посмотрим но они стабильно смотрите платит уже три года последний поплатят по 35 рублей до этого было тоже 35 рублей но на две выплаты то есть годовые дивиденды 35 рублей от текущих цен 35 рублей это 18 процентов то есть вы можете на на с высокой долей вероятности да вы можете купить сейчас мтс под те же дивиденды тем более мы как бы бумага здесь таком канале до восходящим движется очень долго ну как раз мы у нижней границы канал то есть на следующий год получить дивиденд 35 рублей то есть видим да что они стабильно платят там с 2000 какого с 2000 аж 2004 года платят дивиденды бы я не думаю что с компанией мтс что-то случится из этого всего я бы взял мтс так дальше добрый день тинькофф банк с 12 августа ввел комиссию на за продажу фонда темос и увеличил комиссии обслуживание по другим своим фондом парковал там ранее средство теперь смысла не вижу куда катимся да никуда не катимся тинькофф банк всегда славил своими конскими комиссии если посмотреть там это просто бизнес то есть банк тоже хочет зарабатывать деньги почему бы нет если фонд пользуется такой популярность сейчас то почему бы он раскрученный популярный то почему бы за него не вести комиссию то есть это плюсом почему только за продажу за покупку нету чтобы людей замотивировать не продавать чтобы люди заходили фонд постоянно пополняли то есть некая такая мотивация аккумулировать инвестиции через фонд и держать большое количество денег там там и по фьючерсом комиссии если посмотреть сравните со с другими брокерами там на некоторые фьючерсы комиссии там бывает там в десятки раз выше по некоторым когда еще были торги американскими акциями там на некоторых пенни стоках это акции которые стоят несколько центов комиссии могли доходить до то есть быть выше там сто раз чем других брокеров то есть представьте комиссии так дальше здравствуйте ваши видни по магнит и лукойл в долгосрок лукойл однозначно интересно в долгосрок здесь четвертая волна закончилась как вот здесь предполагали дома в этом диапазоне покупок и мы двигаемся в сторону пятой волны с целью 10000 паукойл я жду 10000 паукойл так а какая там 2 это магнит фу магнит я не люблю мне не нравится абсолютно не техничный эта разметка сломана вообще здесь вот как мне не нравилось это разметка изначально так она мне не нравится так здесь продолжает старая волна каком формате давайте разбираться это w это x это y еще будет x скорее всего сейчас идет 2 x из если делать проекцию на широкий рынок и потом пике такое как то вот так видится то есть где-то с плюс-минус около текущих там возможно там до 4500 дотянем еще да вот такой сценарий и потом вниз можно сказать да что в долгосрок супер до спит с четырех можно до 9 вырасти в два раза но никаких гарантий что z нету что z будет возможно ее и не будет потому что коррекция может быть то есть рост может быть вполне просто двойным зигзагом то есть как это выглядит это вот у нас а все огромное это все огромное б и это вот все будет c в рамках 2 волны то есть вот такая картинка мне не интересно магнит не интересен такое ответственное падение здесь то есть скорее всего будет откат да то есть вот объемы здесь большие да вот зоне отмечены у меня здесь от 4 200 до 4 до 5000 то есть в этом диапазоне как где-то появится покупатель данный хороший отскок чем он закончится походом в z либо не походом z как бы символично не звучало уже будет видно по факту сейчас сказать не так добрый день где дно по новотеку 970 если вы поймали дно можете получить второе всегда бесплатно в подарок так новотек с нами я говорил что чуть тип 900 надо искать что уже 950 потрясающе треугольничек да я рисовал недельки две назад на она до недели назад треугольничек рисовал ну вот он выход пошел с него то есть у меня была цель снижение это девятьсот тридцать да наверное есть прям негативный сценарий прям совсем негативный сценарий это уход на 600 но чет я не знаю сыграет он не сыграет можно может быть одно моменты какой-то шпилькой выкинет не знаю пока у меня здесь отскоков никаких не видится то есть ждем пока на 920 вот то есть опять же куда-то прикрутиться какому уровню я уже если честно не вижу так бодренько он до пошел вот здесь вот бодренько так пошел на сто двадцать процентов мы выросли после двадцать второго года и так мы грустно тут все это слили вот вообще не особо рынок радует в этом году конечно так весь рост прошлого года уже растеряли по большинству не говорю про широкий индекс там он держится еще за счет лукойл сбербанка но в большинству бумаг мы весь рост прошлого года вот этого бешеного бычьего лета мы уже растеряли к сожалению так дальше здравствуйте втб вот-вот выстрелить с ближайшей цели 150 160 что скажете у меня на втб прогноз позитивный да но но да в целом неплохо я жду 120 150 160 не знаю если уж мы пойдем обновлять максимум вот это туда которого здесь вот сформирован выше которого 150 160 то зачем выходить по 150 когда цели третьей волны будут на 200 210 то есть если мы вот эти максимумы обновляем которые были в августе прошлого года то мы пойдем на 200 заходит смысл выходить по 160 то есть у меня позитивный здесь сценарий в голове пока что так хотелось бы узнать не изменилось ли ваше видение по яндекс и позитив на ближайшую перспективу средний срок пошли локальный рост можно ожидать еще волну снижения для закупа по вкусным ценам ну вот это выражение закуп по вкусным ценам это так к сожалению не работает то есть у вас должен быть вход если это не долгосрока средний срок у вас должен быть вход стоп и тейк все вас и должна быть точка отмены сценарий вкусная цена это по 10 рублей купить яндекс и по 10 рублей позитив и не думать вообще о том что с ними будет дальше то есть я здесь отскоков ниже у нас решет был открыт в премиум канале и я тут не вижу никаких отскоков дальше вниз у меня щедут цели да у него две стоит 1800 прям совсем негативный сценарий да ну наверное 200 кстати увидим на 2 100 сходим не поменял свое мнение никак то есть у меня был вот эти три стрелочки нарисованы все три последнего прогноза так все осталось может быть завтра будет бешеный выкуп но сегодня я ничего тут позитивного не вижу яндекс ничего не поменялось был у меня прогноз на боковик ну и все так же есть ничего я не жду здесь от него кроме как продолжение этого вялого тухлого боковика в четвертой волне еще на несколько месяцев ничего не поменялось так здравствуйте как и мысли по ренессансу после выхода отчета я не слежу за отчетами мне это не интересно ренессанс там вместе с рынком движется куда-то я бы не сказал что он я бы сказал наоборот что он лучше рынка выглядит как минимум да если предположить что здесь 2 она закончилась 6 3 пошла то у нас цель там где-то 100 так стоп у нас 5 где-то 150 на цели 140 160 вот у меня здесь план не поменялся то есть вот у меня лонговая сделочка отрисована да с примерным стопом вот здесь вот под это меню отчет часто заложено в рынке и но не происходит развороты в отчет не происходит на фактах отчетов не происходит разворот происходит коррекции какие-то небольшие возможно но не разворот рынка ну именно не развороты то есть если мы говорим допустим взять если какой-то вот этот тренда если мы движемся по тренду то где-то вот это могло быть отчетом вот это могло быть вот это то есть какая-то локальная реакция но как бы старший торт тренд все равно какой был до каких значений мы должны дойти до таких мы дошли так дальше расскажите ваше видение по маякс в сентябре после заседания ки мог быть сценарий я уже в начале видео рассказал так возможно разобрать компанию мечел сегодня более чем неадекватно кто-то туда вливает финансы если туда кто-то вливает финансы значит он должен быть повышенный объем потому что вливание у да а с чего взяли что это вливание до откройте дневной график и посмотрите у нас бар продаж на таком объеме это продажи это не это не вливание денег этого выкачивание денег посмотрим недельный график да смотрите в огромный бар продаж и какой объем из бумаги конкретно избавляются выходят последние товарищи если бы это была какая-то зона покупок да то это могло бы быть актуальным да но у нас тогда должен был быть маленький бар допустим у нас давид продавец давид давид куда-то приходит на культ уровень давид давид его пробить не может продавить этот уровень объемом растут растут большие объем большие то есть знать что-то подставил тазик собирает эти акции а тут никто не собирает тут просто вниз все летит падает и никакой реакции никакой остановки я здесь не вижу завтра опять вниз откроемся так можно ли брать лукойл и белугу на долгосрок можно и та и другая отличная бумага на долгосрок так точка входа по позитив смотря куда в шорт уже поздно в лонг еще рано позитив я показал да где ждать еще раз ловить лонг вот 2 413 2 100 либо совсем негативный сценарий 1800 вот это ловить лонг с целью на 4000 сходить вверх так по рбк поджатие вниз на 1314 готовится лететь давайте посмотрим нет здесь никакого поджатия я не вижу здесь нет уровня чтобы к нему было поджать и здесь какого-то уровня в месте нету то что здесь хреновая возобновляем из покупок я согласен но это не значит что мы здесь бамы вниз полетим то есть посадить как рынок падает и посмотрите на рбк но он стоит в буковике максимум что стоит ждать это манипуляция вот этих вот минимум с целью снять вот здесь вот стопчики все то есть сходить джигс вот так вот это максимум что по коррекции возможно то есть сходить куда-то на 14 не ниже на выше на 15 14 половин здесь плюсом еще можно треугольник нарисовать а б с д е вот такой из него выход джигс вниз и обратно в диапазон треугольник вот таким образом так далее что будет солросы и сегежей сегежа фундаментально труп без каких-либо намеков на отскок да то есть видите отскок какой-то ждали здесь с боковика ну толку то вниз продолжается снижение иногда задумываешься они биотех ли это вот а так можно вот если если пытаться взять до сегежу то после пробоя трендами хотим нисходящий а так вот этот канал который у нас есть хотя бы вот этот если сложным пробоем рисовать да хотя бы вот этот канал это единичка будет такая цена да все возможно если падать в день по шесть процентов то почему бы нет я думаю медленно продолжим ползти 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 вниз объемы растут да значит все что все больше людей от бумаги избавляются все же на последних издох но цена активно вниз налетит да то есть посмотрите все бары маленькие 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 бары совсем то есть в чем-то говорить что навстречу кто-то подставил большую ручищу большой карман и туда все эти акции забирает то есть несмотря то что цена и и дают и цене падать потихоньку и чтобы народ избавлялся и потихонечку забирают активы в какой-то момент будет позитив да но вот до какого значения могут опустить могут прям вообще до единицы плевку так второе лроса обновили минимум 22 года что очень печально мало кто это сделал вообще из российского рынка в целом следующая цель как бы на пост был в канале до 49 20 и 41 вполне реальный цель 24 вряд ли я сомневаюсь что мы до расходим но вот по 41 и по 49 в принципе я бы может быть купил даже до в долгосрока прям неважно куда она там с текущих значений может она вот так сходит еще вот так пофигу в портфель я бы свой долгосрочный положил по таким ценам так снова по баксу сели на 91 даже 2 92 было в начале теперь уже на 82 пойдем сомнительно вообще все по баксу вообще сегодня это вчера утром пересмотрел все планы и потом в обед их вообще все поломали просто то есть до этого все нормально было жжик и все планы мои поломались буквально в обед уже вот она такого не было то есть говорить что вот это вот прям стопудовенько движет для движения вниз сначала я не стал вот сомнительно сомнительно смотрите прогноз понедельника я говорил что мы можем здесь все таки еще на 91 сходить и даже можем выбить еще один икс этот исходить на 96 был пост кстати в канале по доллару блюдом все подробно расписали то есть и я не думаю что это конец роста текущим нет рано нам на 80 так разберите пожалуйста акции эталон по техническому анализу так сейчас посмотрим талон так начинаем сюда со старшего плана да тут как бы историю это немного здесь предположительно закончилась первая волна идет идет таро либо идет либо закончу скорее всего идет вторая застройщик сейчас не очень перспективно да выглядит ввиду такой ставки и снижение интереса к ипотеке вообще тотально значит здесь предположительно что может быть вот это похоже на bc жку это может быть w может быть x потом может быть y предположительно вот так вот может быть что вот это 2 закончилось уже вот здесь может быть как мы это поймем на том что мы увидим вот в этом аксе то есть на уровне 90 кто нас встретит тот и определит куда мы дальше пойдем мы пошли дальше в третью волну да вот она мы пошли дальше в третью волну там 12 и пошли в третью либо мы пошли в и в y и продолжится 2 здесь два варианта то есть пока с текущий момент я бы сказал что x вот это все таки свершится да здесь чудо свершится ввиду того что сейчас идет такой вниз коррекционное движение против рынка то есть явно сильнее рынка выглядит бумага этот x мы увидим то есть 90 мы увидим здесь неплохой сетап вырисовывается со стопом там под 67 примерно дальше втб вк ваше мнение втб я сказал жду 120 может быть через еще одновление небольшое минимум вк я все понижаю свой прогноз по вк да то есть там можно последить там буквально там два месяца назад мы там хотели вы как купить по 500 потом игры давайте подождем там 450 400 сейчас я уже думаю давайте 350 подождем пока сейчас откроем уже 360 до и никаких остановок здесь не наблюдается давайте там давайте ждать вк на 320 вот а там с вами мы опять встретимся и решим надо нам вообще это или не надо да и цели там будут 500 на сходить на 500 на отскоке на этом если вам очень нравится компания вк по в целом по графику откройте mail group посмотрите как развивалась история я сейчас попробую найти все таки так может на инвестинге есть история давно не показывал интересная штука не хочет у меня так ну ка сейчас глянем сейчас вот так не хочет сдавать паром может быть это в яндексе есть история мне очень хочется историю показать вам старую по моему что вы развеете ваши иллюзии то вообще что это за акция тоже не то сейчас вот здесь вот есть полный график да как она до этого выглядела то есть у нас здесь была цена в две триста да нет наверное такой же график как здесь нет такой же график короче в общем он еще до этого еще длиннее то есть он еще там какое-то продолжительное время был еще выше то есть но представьте мы уже и так свалились да там с 21 года и так уже свалились на 85 процентов то есть почти подошли к минимум 22 года хотя от государства идет неимоверно большая помощь мэйлу плюс у нас большинство блогеров туда перетащили заставили прийти весь этот comedy club production все туда утащили то есть все развлекательные шоу абсолютно все утащили на vk но не помогает это хостингу зарабатывать деньги там какой-то бешеный убыток опять не интересно вот не исключаешь ему по 200 рублей через какое-то время не исключено вообще так новотек что делать средние 1100 если это долгосрок то ничего не делать если это долгосрок и позиция в портфеле небольшая то дешевле 900 дешевле 900 900 усреднить но не больше чтоб 10 процентов 10 процентов портфеля было к 1100 мы вернемся да то есть если это выход было с треугольника мы то есть каким-то путем неважно каким вернемся в этот треугольник на ваш 1100 там уже вы сами решите вам закрыть это в без убыток либо сидеть дальше но не надо сейчас на каждом там каждый день пытаться там усреднить это и чтоб в пол депозита усадить в этот новоток не больше десяти процентов долгосрочного портфеля не нужно здравствуйте к с на 55 среднесрочно че-то вы перепутали 17 на 55 но это точно как минимум не среднесрочно да че-то вы тут вопросе в этом напутали да у меня пока здесь не особо укладывается чё будет да среднесрочно наверно ввиду того чтоб такой вот купни плохой да сегодня любил ну возможно отскок увидим на там в сторону девятнадцать с половиной а дальше непонятно вот это среднесрочно вода цепь несрочно то есть потестировать этот уровень разворота старшим а дальше видно в целом мне все это не нравится никоим образом не нравится мне пока у нее очень большие долги у нее очень большая сложная структура у компании как по мне инвестиционно не привлекательны абсолютно и не особо технично и для того чтобы ее спекулировать да то есть вы посмотрите маленькие объемы да не внушительный я бы не сказал что здесь в текущий момент есть какой-то с это не пока не интересно так когда будет рост ммвб или его больше не будет на вопрос когда отвечают гадалки медиумы тарологи и бабушки в автобусе я отвечаю на вопрос когда я понятия не имею когда я могу только показать возможные варианты развития событий ближайшие небольшие движения куда будут двигаться цена то есть где она становится где смотреть реакцию по какому плану действовать а вот когда начнется рост я не могу сказать я не знаю может завтра может быть через три месяца может быть через полгода может быть только следующем году я не могу сказать никто не скажет так это все вопросы на сегодня подписывайтесь на канал ставьте лайки и до встречи до понедельника всем спасибо пока